В конце декабря 1961 года в Москве царила предпраздничная суета. Москвичи спешили купить что-нибудь вкусное к новогоднему столу и выбирали ёлки на открывшихся прямо на улицах города ёлочных базарах. Чувствовалось приближение Нового года. Тысячи таких ёлок засверкают разноцветными огнями в квартирах, в клубах, во дворцах культуры. Рождество в Советском Союзе не праздновали, но Новый год отмечали с большим размахом. Иностранцы тоже готовились к праздникам. С удовольствием покупали недорогое шампанское, сочные фрукты, привезённые из республик Закавказья, ходили по магазинам и рынкам. У сотрудников 7-го управления КГБ службы наружного наблюдения в эти дни было много работы. Им приходилось брать на контроль почти всех сотрудников посольств западных стран. Только за посольством Великобритании вели наблюдения около 50 сотрудников 7-го отдела КГБ. Особое внимание уделялось, казалось бы, скромному второму секретарю консульского отдела посольства Родерику Чисхолому. И неспроста. На самом деле, по сведениям КГБ, он являлся резидентом британской разведки Ми-6 в Москве. Его не упускали из виду 24 часа в сутки. Перемещение Чисхолому по городу контролировало не менее трёх машин с оперативниками КГБ. В СССР британский резидент приехал в июне 1960 года вместе с семьёй, тремя детьми и женой Анной. В Москве за ними тоже вели наблюдения. Волей-неволей разведчики, если они находятся в заграничной командировке, они используют членов семьи и детей своих, и жен. Поехали вроде погуляли, а на самом деле муж там отошёл в кусты и изъял тайник по городу. Пошли в музей, то же самое. В гардеробе получил в карман, значит, отснятую микроплёнку. 30 декабря 1961 года Анна Чисхолм отправилась на центральный рынок. Купив там красных яблок, редкость, в зимней Москве того времени, она пошла пешком по Малому Сухарецкому переулку. Там она зашла в подъезд дома номер 11, а через несколько минут вышла из него. А вскоре из того же подъезда появился мужчина. Первым его заметил сотрудник 7-го управления КГБ Борис Николаев. Этот мужчина, не спеша так же, проходит через светной бульвар, переходит на ту сторону и идёт, заходит в кинотеатр «Мир», в кассы. Ничего посмотрел, просто выходит. Затем далее идёт в сторону трубной площади, заходит в продовольственные магазины, так же посмотрел, ничего не купил. И далее через проходной двор уходит на бульвар. И он здесь был утерян. Установить, кем был этот человек, не удалось. Возможно, он вообще оказался здесь случайно, но от слежки уходил очень профессионально. Москва. Три недели спустя Борис Николаев снова ввёл Анну Чисхолм. На этот раз в районе Арбата. Она опять вошла в подъезд жилого дома. И тут Николаев вновь заметил человека, которого уже видел 30 декабря. Ещё через минуту неизвестный вскочил в подъехавший троллейбус. Ну, мы могли бы потерять, если бы вовремя не подъехала к нам машина. Ну, мы сели в машину, на второй остановке, через одну остановку мы догнали. И уже на третьей остановке я подсел к нему в троллейбус. Он оказался там. Установить его личность теперь было лишь делом техники. Когда в КГБ узнали, кто этот человек, изумлению контрразведчиков не было предела. Ведь до сих пор вся его биография была безупречна. В Госкомитете по координации научно-исследовательских работ он занимал довольно высокий пост заместителя начальника управления внешних связей. И в его обязанности входили встречи и контакты с иностранцами. И это ещё не всё. Официальная должность была для него лишь прикрытием. На самом деле, человек из переулка был полковником советской военной разведки. Его звали Олег Пеньковский. Пеньковский Олег Владимирович. Родился в 1919 году. В 1939 окончил Киевское артиллерийское училище. Во время Великой Отечественной войны командовал противотанковым артиллерийским полком. Дважды ранен. Награждён двумя орденами Красного Знамени, Орденом Отечественной войны Первой степени, Орденом Александра Невского и медалями. Москва. Март 1962 года. Разработку Пеньковского в КГБ ввели сотрудники уже нескольких служб. Помимо ведомства Грибанова, им занялись военная контрразведка Третьего главного управления и наружное наблюдение. Это значительно ускоряло отработку всех связей и контактов подозреваемых. Особый интерес представлял английский бизнесмен Гревил Вин. Вин Гревил Майнерт. Родился в 1919 году. По образованию инженер-электрик. Участник Второй мировой войны. После войны занялся бизнесом. Представлял интересы нескольких сталелитейных, станкостроительных и электрических компаний в странах Восточной Европы и СССР. По паспорту Винна, который сохранился в следственном деле Пеньковского, видно, что он регулярно приезжал в СССР. Во время этих поездок он встречался и с полковником. Но контакты с иностранцами входили в служебные обязанности Пеньковского. Он, как действующий офицер ГРУ, был обязан вести их разработку оперативную, даже в том числе на предмет, возможно, вербовки. Пеньковский регулярно посещал секретные библиотеки ГРУ и Министерство обороны, но и этот также являлся частью его работы. Тогда контрразведчики стали внимательно изучать его образ жизни, и тут была важна любая мелочь. У него уклад семьи был такой, можно сказать, домостроенный. То есть весь бюджет семьи был в его руках. Он, так сказать, выделял жене столько, сколько считал нужным денег. То есть жену держал в этом плане, в таком черном теле. В КГБ составили его психологический портрет. Способный карьерист, любящий комфорт и красивую жизнь. Но тогда даже опытные контрразведчики не представляли истинных масштабов шпионской деятельности Пеньковского. В апреле 61-го в Москву в очередной раз приехал английский бизнесмен Грэвил Вин. Пеньковский решил использовать этот случай. Он попросил Вина передать представителям британского посольства конверт с своим предложением о сотрудничестве с иностранной разведкой. И он, так сказать, на следующей встрече он это все взял и передал. Был честным коммерсантом, который был втянут вот в эту историю, втянут сначала Пеньковским, а потом и собственной национальной спецслужбой в качестве связняка. Ми-6 сообщила об этом послании ЦРУ. Обе разведки решили разрабатывать советского полковника совместно и провести его вербовку в Лондоне. 20 апреля 61-го года Пеньковский должен был прилететь в Англию во главе делегации советских технических специалистов. Делегацию поселили в Лондоне в отеле «Маунт Ройл». Встретивший Пеньковского бизнесмен Винн сообщил, что его ждут в номере 360. Ми-6 представляли Майкл Стоукс и Гарольд Шерголд, а ЦРУ – Джозеф Бьюлик и Джордж Кайсвальтер. За время командировки Пеньковский встречался с ними 17 раз. Он подписал обязательства о сотрудничестве с Ми-6 и ЦРУ и сразу же вывалил целую гору ценной информации. Особенно к позициям баллистических ракет, вот как в Советском Союзе, так и, значит, за рубежом, новейших разработках советского, значит, военно-промышлого, но в основном в области вот и ракетной техники. А он был специалистом, он был профессиональный артиллерист. То есть он как раз в этом разбирался, и он давал им очень точную информацию. Пеньковский также рассказал своим кураторам и о структуре ГРУ, и о системе подготовки военных разведчиков. На следующий день они ему дали большое количество фотографий для опознавания. Фактически все дипломаты, которые работали там, ну, наверное, в 20 странах мира. И он говорил, что вот этот я знаю, да, вот этот сотрудник ГРУ и по линии ГРУ, и по линии разведки КГБ. Англичане и американцы были довольны своим новым агентом. Хотя некоторые странности в его поведении сразу же бросились им в глаза. Пеньковский строил фантастические планы, например, о размещении ядерного заряда в гастрономе номер 40, расположенном рядом со зданием КГБ. дайте мне какие-то миниатюрные ядерные устройства, я их сюда привезу и размещу там, где вы скажете, так сказать, у каких-то воинских частей, там, объектов и так далее. А вы потом их инициируете, когда начнется ядерная война. Этот план ошарашил его западных кураторов. Они постарались перевести разговор на другую тему – финансов. Ведь деньги интересовали Пеньковского ничуть не меньше. Он собирался приобрести дачу за 10 тысяч рублей, автомобиль «Волга» за 5,5 тысяч. 6 мая 61-го года удовлетворенный предложенными условиями он вернулся в Москву. Агент Алекс или Янг теперь Пеньковский носил такие подовые имена от МИ-6 и ЦИРУ. Вместе с матерью, женой и дочерью Пеньковский жил в хорошем сталинском доме на набережной Максима Горького. Сейчас это Космодомианская набережная. В квартире Пеньковского было немало дефицитной техники, которую он привозил из загранкомандировок. Например, самый маленький на тот момент фотоаппарат известного немецкого производителя. Компактный, качественный, мог уместиться в спичечном коробке. Миниатюрную фототехнику выпускали и в Советском Союзе, но она была в два раза больше иностранной. Кроме того, таким фотоаппаратом можно было снимать с расстояния 20 сантиметров, без сложных настроек и дополнительной оптики. А для Пеньковского это было главным. Ведь все это он привозил к себе домой совсем не для того, чтобы устроить на своей квартире выставку последних достижений иностранной бытовой техники. Небольшая фотокамера была нужна Пеньковскому, чтобы тайно переснимать секретные документы, а транзистор для приема и последующей расшифровки радиограмм Ми-6 ЦРУ. Позывным Пеньковского был номер 163. Я держу в руках транзисторный приемник, переданный иностранной разведкой Пеньковскому. На первый взгляд это совершенно обычный серийный приемник. Элементом спецтехники здесь является то, что здесь встроен некий преобразователь, который позволяет передаваемый сигнал в адрес Пеньковского азбукой Морзе трансформировать в сигнал цифровой. После чего с помощью вот таких вот цифровых таблиц он уже переводил это в буквенный формат и, соответственно, получал сообщения от иностранной разведки. Таблицы, блокноты для тайнописей и пленки к фотокамере Пеньковский всегда прятал в своем письменном столе, который запирал на ключ. После возвращения в Москву он развил небывалую шпионскую активность и к концу мая отснял уже 20 фотопленок секретных документов. Такая миниатюрная кассета позволяла сделать несколько десятков снимков. Она находилась внутри фотоаппарата и Пеньковский отсняв материалы, вот эти вот кассеты, он их собирал в тайном месте, а потом уже по встрече с Вином передавал их британское посольство и они уезжали в Лондон. В июле и сентябре 61-го года Пеньковский выезжал в служебные командировки в Лондон и Париж. За границу он вывез в общей сложности 31-ю пленку не опасаясь досмотра на границу. В СССР было несколько видов заграничных паспортов. Красный общегражданский синий для госслужащих отправляющихся в загранкомандировки и наконец зеленый дипломатический. Обладатели синих и тем более зеленых паспортов пользовались особыми привилегиями при пересечении границы. Без указания сверху их никогда не подвергали досмотру. У Пеньковского был синий паспорт и разумеется выезжающего за границу в служебную командировку полковника групп с таким паспортом никто не досматривал. Он передал огромное количество секретной информации по тактикам техническим характеристикам наших ракет. То, что он мог получать и в Госкомитете по науке и технике, но главным образом от главного маршала авиации Варенцова Сергея Сергеевича. Один раз он позвонил, а Варенцов говорит, давай позже встретимся, я улетаю в Архангельск. Архангельск это известный сегодня Плесецк 1-й дивизии РВСН. И вот это уже информация, которая представляет интерес. после этого встретились на даче, но как вы съездили, как там изменилось по сравнению с 59-м годом, когда меня этому всему учили. Вот. Когда контрразведка КГБ начала разрабатывать Пеньковского, выяснился еще один интересный факт. Пеньковский старался установить неформальные отношения и со своим непосредственным шефом, генералом армии Иваном Серовым. Такой контакт для западных разведок был бы неоценим. Серов Иван Александрович родился в 1905 году, с 1939 года на руководящих должностях в органах государственной безопасности. В 1954 1958 годах председатель КГБ при Совете Министров СССР. С декабря 1958 года начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР. Генерал армии, близкий соратник Никиты Хрущева. По одной из версий для того, чтобы войти в доверие к Серову, Пеньковский использовал удачный случай. Когда он летел в Лондон, в одном самолете с ним оказались жена и дочь начальника ГРУ. Позже он даже побывал в гостях у своих новых знакомых в Москве и, по его словам, дочь Серова Светлана якобы не возражала против романа с ним. Он хотел, будучи в Лондоне, чтобы ему организовали тайную встречу с британской королевой. Британцы отметили, что мы нарушим конспирацию, а американцы, поняв, с кем они имеют дело, говорят, что парень, мы тебя в следующий раз отвезем на сутки на самолете туда-обратно в Соединенные Штаты, мы тебя с Кеннеди познакомим, все твои просьбы мы удовлетворим. В Англии Пеньковского познакомили и с женой резидента Ми-6 в Москве Анной Чисхолм. Она должна была стать еще одним связным. В начале сентября 1961 года Пеньковский первый раз встретился в Москве с Анной Чисхолм. Он упаковал отснятые фотопленки в коробку из-под конфет. В Лондоне ему не рекомендовали использовать упаковку от дорогих сладостей, которые были дефицитом в Москве. Ведь в то время в Советском Союзе было в порядке вещей. Подойти к человеку с дефицитными продуктами в сумке и поинтересоваться, где брали. А лишнее внимание агенту разведки было ни к чему, поэтому Пеньковский упаковал пленки в коробку из-под обычных дешевых конфет-дрожжа. Эту коробку Пеньковский открыто подарил маленькому сыну Чисхолмов на детской площадке. Позже Пеньковский и Чисхолм провели еще несколько тайных встреч. Так продолжалось до 30 декабря 61 года, когда их контакт засекли оперативники. С января 62-го Пеньковского уже держали под плотным наблюдением. Его разработка шла 10 месяцев. Это очень большой срок. Искали сообщников, что было предположение, что здесь целая шпионская сеть работает. Это одна из составляющих этой сети. Долгое время в КГБ не могли получить неопровержимых фактов его шпионской деятельности. Пеньковского можно было взять с поличным во время очередной встречи с Анной Чисхолм. Но в марте 62-го он вдруг прекратил все контакты с ней. Он заметил за собой наружное наблюдение, понял, что это комитет государственной безопасности. Когда в июле в Москву приехал бизнесмен Гревел Вин, Пеньковский попросил, чтобы ему помогли бежать за границу. Пока же он предложил прекратить все личные встречи, а для связи использовать только тайники. Один из них находился в подъезде дома на Пушкинской. Сейчас это улица Большая Дмитровка. Фотопленка и другие материалы легко помещались в обычный спичечный коробок. Он обматывался мягкой проволокой, на конце она загибалась в виде крючка, затем нужно было зайти в дом номер 5-6 Пушкинской улицы и закрепить коробок с информацией за батарею парового отопления, точнее между батареей и стеной. После закладки информации в тайник Пеньковский должен был подать особый сигнал. Пеньковский должен был на осветительном столбе у дома номер 35 по Кутузовскому проспекту поставить знак в виде буквы О каким-то красящим предметом. Если же он вдруг окажется в трудном положении, то на столбе должна была появиться другая метка – черный крест. Кураторы Пеньковского регулярно проезжали мимо столба, но тревожного сигнала на нем не было. Они и не знали, что операция КГБ против Пеньковского на самом деле уже приближалась к финалу. Нужны доказательства. А если доказательства нет, извините, как? Ну что, вы неправильно вынесете ему претензии, в суде это распадется еще, и кто вы такие? Наблюдая за квартирой Пеньковского, контрразведчики обратили внимание на одну странную деталь. Он часто подходил к окну и, наклонившись над подоконником, совершал какие-то манипуляции. Но зачем? Чтобы разгадать эту загадку, в КГБ разработали сложнейшую по тем временам техническую операцию. В сентябре 1962 года соседи по квартире Пеньковского этажом выше ждал приятный сюрприз. Вся их семья получила путевки в престижный санаторий на Черном море. Да еще в бархатный сезон, но как только счастливые отпускники отправились на юг, на балконе их квартиры в ящике для цветов была установлена скрытая фотокамера, маленькая, размером со спичечный коробок, которая по команде должна была опускаться вниз и снимать все, что происходит в квартире Пеньковского. Но как оперативники управляли этой камерой? Ведь на тот момент не было современных систем наблюдения, которые позволяют в реальном времени видеть все, что происходит на экране ноутбука или смартфона. Контрразведчики решили и эту задачу. На чердаке здания напротив дома Пеньковского разместили наблюдательный пункт. Там же установили и пульт управления фотокамерой. Кабель пришлось прокладывать под дно Москвы-реки. И когда он подходил к окнам, эта камера позволяла его фиксировать. И там уже непосредственно уже было зафиксировано, что он переснимает секретные материалы. И в какой-то момент они с помощью опять же этой техники увидели, что у него на руках находится паспорт на вымышленное имя, и он поставил там свою подпись. Это могло означать только одно. Он готовился к побегу. Тогда советские контрразведчики решили действовать незамедлительно. Обработали стул, на котором он сидит, и определенная инфекция, значит, такая не опасная, но очень неприятная, что он на несколько дней в больнице. Пока Пеньковский находился в больнице, в его квартире провели обыск, в письменном столе обнаружили тайник. Шифры, коды, потом эти таблицы с шифрами, пачка денег солидная. Ну, мы не считали порядочно. Что удивило, у него пожилая мать, старушка, работала уборщицей в институте. Мыла, туалеты, уборщицей, понимаете. Имея столько денег, и не содержать мать, это просто. Результаты обыска не оставляли никаких сомнений. Пеньковский действительно иностранный шпион. И 22 октября 1962 года его задержали. Вооруженный конвой, тюремная машина, недавно все выглядело иначе. На следствии Пеньковский быстро во всем сознался. По одной из версий, ему пообещали сравнительно мягкий срок, если он расскажет все. Он даже написал письмо председателю КГБ. В нем он просит дать ему возможность искупить свою вину перед Родиной, отправить его за границу с самым опасным заданием. Даже предлагает оставить в заложниках свою семью. Вот что он пишет. «Не превращайте меня в труп. Это будет подарком врагу. Если изменю своему слову и обещанию и буду присылать некачественные материалы или Дезу, уничтожьте семью. Да и со мной вы всегда можете расправиться, но этого не будет. В горячем стремлении принести сейчас реальную пользу Родине моя сила». Членов семьи Пеньковского также допрашивали. было установлено, что они ничего не знали о его шпионской деятельности. «Жена написала письмо в КГБ СССР, что дайте мне возможность какую-то из его зарплаты для того, что у меня конфисковали какие-то деньги, потому что мне не на что жить просто. Ее просьба была удовлетворена». 2 ноября 1962 года сотрудники КГБ начали заключительную часть операции. Ей руководил лично генерал-лейтенант Олег Грибанов. Утром 2 ноября на Кутузовском проспекте появилась метка в виде буквы «ХОП». «Этот знак для американского разведчика, который его считывал, проезжая мимо на машине, означал, что для него заложен контейнер с информацией в подъезде дома на улице Пушкинская 5 дробь 6». В тот же день сотрудник ЦРУ Ричард Джекоб, тоже работавший в посольстве США, попытался изъять материалы из тайника. Его взяли с поличной. Почти одновременно Венгерская служба безопасности по просьбе КГБ задержала в Будапеште Грэвила Винна. Судебный процесс по делу Пеньковского начался 7 мая в 10 часов утра. На скамье подсудимых был также Грэвил Винн. Пеньковский полностью признал свою вину. Следовательно, вы являетесь агентом двух разведок одновременно? Да. Я не стал делать выбора и работал двумя разведками. О процессе сняли документальный фильм. Но многие детали дела Пеньковского не оглашались. Он был не полностью открытым. Частично там все-таки были закрытые вещи. На суде не упоминались имена главного маршала артиллерии Варенцова и начальника ГРУ Серова. Их обоих за потерю бдительности лишили наград и понизили в званиях. Серов был также снят с поста начальника ГРУ. Что касается Пеньковского, то где найти меру тяжести и подлости совершенных им преступлений? 11 мая 1963 года в 16 часов 5 минут военная коллегия Верховного Суда СССР вынесла свой вердикт. Приговор именем Союза Совет Именем народа Вин приговорен к 8 годам лишения свободы предатель Пеньковской к расстрелу. За полтора года работы на англичан и американцев Пеньковский передал им 5500 секретных документов общим объемом 7650 страниц. Из-за своих личных обид и корыстных целей он нанес стране огромный вред. Если у нас за период Великой Отечественной войны неким символом предательства измены стал генерал Власов и Власовщина как таковая то уже в послевоенное время в период Холодной войны вот этим символом предательства стал именно Пеньковский. А за границей уже через несколько лет постараются превратить его в человека легенду. Пеньковского назовут идейным борцом за свободу и мир который хотел чтобы на Западе знали о советских военных планах. Героизация не только Пеньковского это стремление подтолкнуть людей к предательству и объяснить людям да вы не предатели вы не очипенцы а вы герои. Пеньковского даже называли спасителем мира якобы именно он передал американцам данные о советских ракетах на Кубе и этим спас мир от ядерного апокалипсиса. Решение о передислокации наших ракет на Кубу с ядерными боеголовками Хрущев принял 24 мая 62 года. То есть Пеньковский уже три месяца в разработке. Пеньковский никак не мог знать о том что разворачивается эта операция по передислокации ракет с ядерными боеголовками на Кубу. В 64 году Гревела Вина обменяют на советского разведчика Конана Молодова арестованного в Англии. О дальнейшей судьбе Пеньковского до сих пор ходят различные легенды. По одной из них его чуть ли не живым сожгли в крематории и все это засняли на кинопленках а потом показывали молодым офицерам групп. Но это всего лишь мифы. После приговора он подал прошение о помиловании но его отклонили. И последней точкой в жизни Пеньковского был выстрел в Бутырской тюрьме 16 мая 1963 года. Агент Алекс или Янг так и не успел поставить в нужное время на столбе черный крест который означал бы что он находится под угрозой провала. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok